Здравствуйте, уважаемые товарищи взрослые! Это программа Ёмко! Вот так бы мы себя вели, если бы у нас не было заставки программы Ёмко. Мы бы писали, пели, но у нас ведь есть заставка программы Ёмко, есть Сергей Рябухин, есть телеканал Волгоград 1, который показывает вам программу Ёмко, где обозреваем всё Волгоградское. И поэтому прямо сейчас вы увидите заставку, и мы начнём. У меня вот сейчас есть один вопрос, который я вам задаю в телевизор, а вы прямо все вместе отвечаете. Итак, что вы едите на обед? Еду, да. Где? В столовой, да? Ясно. За сколько? Сколько вы тратите? 200-300 рублей? 250? Ну, это всё потому, что вы не питаетесь в буфете администрации Волгоградской области и областной думы, потому что там есть буфет в подвале и столовая. И вот там цены. Вы знаете, там можно пообедать за 100 рублей. Ну, вы-то думаете, ну, за 100 рублей что там возьмёшь? Ну, что это? Компот и пирожок, и всё, 100 рублей. Нет, друзья. Сейчас на ваших экранах появится прейс-куран цен. Во весь экран можете рассмотреть, который сфотографировал сотрудник блокнота. Волгоград, блокнот. Смотрите во весь экран. Журналист побывал в буфете вот такого замечательного заведения администрации нашей областной думы. И вы знаете, он говорит, вот смотрите, вот салат из свежих огурцов 15 рублей. Вот так, 15 рублей салатик, да? Салатик купили. Так, ну что мы ещё? Что мы ещё? Что мы такое взяли? Сельдь под шубой 37 рублей. 37. Берём, берём, берём. Первое блюдо. Борщ 38 рублей. 38 рублей взяли. Так, ну и сегодня, вот чай. Чай элитный с сахаром 13 рублей. Ну что, пирожок, пирожок. Вот, пирожок хочу жареный 11 рублей. Пирожок жареный 11. Ну, я ещё на 100 рублей не набрал. 15, 38, 13. Нет, ещё, ещё, ещё. Сейчас, ещё. Яйцо, яйцо. Вот 9 рублей. 9 рублей тоже хочу, хочу. Каша, каша. Не хочу кашу. Зачем каша, если есть? О, смотрите, что есть. Вот, гороховое пюре. 13. 13 рублей. 13 рублей гороховое пюре. И вот вы знаете, глядя на эти цены, мне такое ощущение, что их сфотографировали, вот знаете, в году там, в 1985 году. И то это должны быть какие-то копейки, да? Но это и есть копейки, несмотря на то, что это рубли. Вот здесь мы видим, меню на 10 января. ГКУ, ВОО, общепит 1. То есть, вы видите, тут три подписи. То есть, всё серьёзный документ. Серьёзный документ. Так что никакого смеха здесь нет. Мы понимаем, что чиновники думают о нас. Думают о нас. Думают в своих думах областных, городских. Они думают. И они, понимаете, ну сколько они получают? Ну сколько у них там этих денег? Ну что нам, людям, которые выбрали этих денег? Ну что жалко, что они будут за 100 рублей? Ну пускай идёт. И я считаю, что это правильно. Мы должны заботиться о чиновнике. Потому что они, когда чувствуют, что о них заботятся, они лучше о нас заботятся. Правильно ведь, чиновники? Вот. И сейчас я вам покажу следующую новость, которая доказывает, почему такие цены вот в такой столовой? Посмотрите. ЧП Волгарада Регион 34.34 опубликовал. Волгарад оказался в хвосте зарплатного рейтинга городов... Голодов. Городов-миллионников. И, вы знаете, как оказалось, волгарадцы получают на 65% меньше, чем москвичи. Давайте рассмотрим всё это на портале. У нас тут Волга Каспий. Смотрите. Есть точные, как бы, точные зарплаты. Да? Которые давайте рассмотрим. Ну, естественно, лидирует по зарплатам Москва. Москва. Там средняя зарплата 82 тысячи рублей. Затем Санкт-Петербург 55 и 3 тысячи рублей. Владивосток 55 тысяч. Новосибирь 46. Замыкает список из 17 мегаполисов. Волгоград. Мы замыкаем. Мы бежим последними в этом забеге зарплат. И мы зарабатываем 28,5 тысяч. На 65% ниже московского уровня. Ну, что мы с Москвой будем равнять? Сейчас мы покажем вам сводную таблицу. Во весь экран. И вот тут вот точно видно. Видите? Москва, Петербург, Владивосток. Идут вот опачки. Волгоград 28 и 4. Сейчас нужно очень аккуратно читать комментарии. Потому что не все комментарии мы можем показать в телевизоре. Поэтому сейчас внимательно будем смотреть и показывать только правильные комментарии. Итак, итак, итак. Алексей говорит, где вы видели зарплату в 28 тысяч рублей у нас в Волгограде? Вот Денис говорит, 15 тысяч радишь, 20 магнит, 13 покупочек. Это по всередности зарплат продавцов. И, как всегда, давайте еще два комментария и все. Вот смотрите, Анфиса говорит, в этом рейтинге данные о зарплате явно завышены, по крайней мере, о Волгоградской. Ну конечно, но кто? Ну давайте, кто получает 28,5? Кто из вас получает 28,5? Ой, все, не надо кричать. Я слышу этот гул, этот гул города-миллионника, который сейчас кричит в телевизор свое мнение. И вот, вы знаете, вот мне понравилось вот это вот. Алексей говорит, это то же самое, директор ест мясо, а дворник капусты. Но в среднем они едят голубцы. В среднем, в среднем по Волгоградской области, по Волгограду, вернее, жители получают 28. В среднем, конечно, кто-то получает 150, кто-то 500 тысяч, кто-то 800 тысяч, кто-то миллион двести. А кто-то, а кто-то прожиточный минимум. И если в среднем все это сравнить, то получится 28 тысяч на лицо. Алексей в группе «Жесть Волгограда» вчера публиковал фотографию. Готовимся к чемпионату мира по футболу. Дорожным службам аплодируем стоя. Кузнецова 20. Дорожники, сейчас мы вам будем аплодировать. А вы эти аплодисменты принимайте. Это все дорожным службам Волгограда! Это не только я аплодирую, это еще там около телезрителей. О-о-о! Спасибо! Спасибо, дорожники! Спасибо всем ответственным людям, которые... Особенно... Вот, вы видите? Этот человек... Дальше, почему не сняли видео? Потому что вот этот автолюбитель... Водитель этого трейлера... Он вот здесь вот, можно даже написать вот так вот. Что он говорит? Вот так вот, что он говорит, да? Какие-то он, значит, какие-то слова он говорит. Если бы это было видео, мы бы услышали, какие слова он говорит. Но сейчас мы можем только пре-по-ложить, какие слова он говорит. И вы их точно знаете, да? Съемки телепрограммы Орел и Решка могут пройти в Волгограде? Могут? Могут, как вы думаете? Да не могут! Да не могут они пройти в Волгограде. Потому что у нас тут ревизора, летучий отряд, вот это все Волгоград. А у нас, знаете, вот на официальном сайте телеканала Волгоград, телеканала Пятница, открыто народное голосование за те города России, в которые пройдут съемки. Если город-герой Волгоград наберет большое количество голосов, то он сможет попасть в объективе операторов. Переходим на сайт телеканала Пятница. Вот мы уже здесь. Ух ты! Ничего себе! Какой сайт! Итак, мы смотрим. Лидеры голосования. На сегодняшний день три города, три города лидера. Это Альметьевск, это Норильск и это Тюмень. Смотрите, 12232 голоса. Ну, теперь давайте так. Ну, хорошо. Давайте. Впишите сюда название своего города. Ну, конечно, мы впишем. Давайте. Давайте. Волгоград. А? Ну, посмотрим, сколько же проголосовало за Волгоград. Голосовать? О, Волгоград. Обратите внимание, эта строчка показывает, что 710 голосов за то, чтобы съемочная группа «Орел и Решка» приехала в Волгоград. Теперь сравните с Альметьевском. 12232 и догадайтесь, сможем ли мы перебить эту сумму. Мы, помните, да, на купюрах, чтобы был символ «Родина-мать зовешь», чтобы там скульптура была, мы не смогли проголосовать. Всей страной не смогли проголосовать, да. А теперь мы надеемся, что мы сможем сюда съемочную группу пригласить. Надеемся и дальше. Ждем и будем смотреть программы из Норильска, Тюмени и Альметьевска. Коротко о главном. «Ротор» – спортивное общество на Эльбрусе. Автор – Михаил Афанасьев. Я не знаю, где тут Михаил Афанасьев, где его друг, но тем не менее, вот. Гордость. Гордимся. Ждем новых фотографий. В Волгограде сотрудник Академии МВД покажет коллекцию люков. Автор снимков – Михаил Пахомов. Родился и живет в Волгограде. Фотографии увлекся во время учебы в Волгоградском юридическом институте. Посмотрим его фотографии. Ну, сразу так и не сказать, что это люк, да? Какая-то такая мозаика. Красиво, красиво. Вот это люк в центре, да? Ну, и Сталинград. Сталинград. Литейно-механи... В общем, литейно-механический завод. ЛМЦ. Но пойдете на выставку? Идите, смотрите. Мы вас приглашаем. Немножечко непонятных слов для тех, кто не играет в компьютерные игры. GTA 5. Есть любители этой игры. И вот любитель компьютерных игр из Волгограда. Его зовут дизайнер Иван Белкин. Он взял, так впечатлился вот этим арт-объектом, который вот здесь. Вот это, кстати говоря, смотрите. Вот это вот, это скриншот игры. А вот это вот. Вот это вот. Это сам Иван. И если мы обратим внимание вот сюда. Видите, такой арт-объект такой, на стене такой висит. То такой же арт-объект сделал себе Иван. Теперь такой арт-объект висит дома. Потратил на 16 часов на это дело. И 1500 рублей. Вот видите, вот схема, по которой он это делал все. И сейчас на стене у него все это висит. Молодец. Молодец. Руки растут из правильного места. То есть из плеч. И все. Молодец. Ждем новых арт-объектов. Фотографии. Вчера я вам говорил о том, что жители дома, которые стоят не только одного, а там трех домов, которые стоят около Комсомольского моста, жалуются на то, что у них в доме все начало вибрировать. Конечно, некоторым нравится такое, да? Ты заходишь в дом, и у тебя легкая дрожь в теле. Ну, хорошо ведь, да? Но некоторым это не нравится. И вот журналисты, вы один на себе убедились, что весьма ощутимые встряски в доме происходят в тот момент, когда на мост заходят либо съезжают с него автобусы. Для того, чтобы, ну, словам мало кто верит, мы вам покажем вот видео. Это видео из окна. Всегда мечтал посмотреть, как же видят люди этот мост из своего окна. И вот посмотрите, вот проезжает автобус, и вот эта вот тряска, тряска воды, она вот, да, и тут плачущая барышня, которая все это видит. Ну, вы знаете, давайте посмотрим дальше. Кто-нибудь помогает вообще этим жителям? Когда мы начали об этом открыто заявлять, говорит жилец одного из этих домов, нам сначала никто не верил. Ситуация немного изменилась, когда на мост, проверка, все-таки вышел глава облокомтранса Анатолий Васильев. И дорожные специалисты пришли. Дорожные специалисты. Молодцы. Дорожные. Они пришли к нам в квартиру и на себе почувствовали вибрацию. Чтобы убедиться еще и наглядно, они попросили бутылки, они попросили бутылки, но с водой. Они попросили бутылки с водой. Это известный инженерный способ, наблюдая за линзой воды, которую мы сейчас видели, да, и одновременно за ситуацией на дороге, они убедились, что вибрация возникает при прохождении через мост именно автобуса. Ну что ж, читаем комментарии. Смотрите, вот Александр говорит. Я удивляюсь, у одних вода в стакане трясется в квартире, расположена напротив ЖД вокзала и магистрали. Трещины в подъезде у дома после многих лет депутаты письма пишут. А у вторых в многоэтажных перекрытиях дыры и крыши нет, и никто их никуда не переселяет, и дом не признается аварийным. Вам не кажется? Это странно. Это очень странно, да. Конечно, конечно же мы понимаем, что это жильцы элитных домов. Это дорогие квартиры. И, конечно же, им есть кому обратиться. Они могут просто позвонить, сказать, что у нас там тряска в доме. Поэтому, конечно, на них обращать больше внимания. Но читаем дальше комментарии. Мне это нравится, уже нравится. Вот, смотрите. Вот, Вадим говорит. Плохо жить? Меняй квартиру в центре на квартиру в Красноармейском. Там тише и спокойнее. Как вам такой вариант? Пожалуйста. Можно поменять. Можно уехать вообще в Фролово, Иловля. Хорошие города. Тихие. Михайловка вообще. Урюпинск. Тишина, покой. Паласовка. Мы недавно в Паласовке были. Вообще тишина. Люди все здоровые. Мистер Маньяк пишет. Меня бесят, как отвратительно сделано покрытие моста. Стыки между сексами, как шпалы. А край направого ряда делали школьники-практиканты. Но это он так думает. Нет, делали не школьники. Делали нормальные дорожники. Дорожники. Дорожники делали. А в Магнитогорске дети сразу с железными зубами рождаются. Шутит мистер Кориес. А вот Анжелика говорит. В центре тоже ужасные виды во дворах. На Седьмой Гвардейск, например. Или во дворе музея Машкова. Но по поводу воздуха в Красноармянском, это да. Там как будто спрей с химией на каждом углу. Не понимаю, как люди выживают. Но я тоже не понимаю, как люди выживают у нас. Как они вообще живут. Каждому. Знаете, было бы здорово. Въезжаешь в город. Въезжаешь в город. А в городе стоит миллион памятников. Каждому жителю Волгограда. У нас город миллионер. У нас миллион жителей. Вот заезжаешь. И вот так вдоль дороги стоят памятники. Все такие. Тут лаврушка на голове. Все в такой позе. Вот такой. Вот такой. Я живу в Волгограде. Я выжил в Волгограде. Я живу. Я пытаюсь выживать. Я выжил. Я могу жить в Волгограде. Вот такие таблички. Через всю трассу. И так едет житель Саратова, Астрахани. Смотрит. Говорит. Ничего себе. Сколько людей выжили в Волгограде. Ничего себе. И сейчас я их все увижу. И он въезжает и видит нас. Заезжает в Красноармейский. Говорит. Ребята. Какой у вас запах. Какой запах. Прям. Вот. Спрейс химии у вас тут разбрызгает. А мы живем тут. Понял? Вот так вот. И дальше. Да. В том-то и дело, что не живут, а выживают. Пишет Вадим. Средние века. Средние века. Богатые богатеют. А средний класс душат налогами, кредитами, ограничениями. То есть вывод сам собой нарисовывается. Рыба гнет с головой. Ну и наконец последний комментарий. Давайте посмотрим. А ничего, что многие люди так всю жизнь живут. И многие живут у железнодорожного вокзала. И постоянно под стук колес засыпаешь. А тут им не нравится шум и вибрация. Продавайте квартиру и уезжайте в деревню. Там вас никто беспокоить не будет. Ясное дело, что можно продать. Но это самый, знаете, это способ, который могут предложить дорожники. Дорожники вот этих самых, которые делали мост. Не нравится что-то? Уезжай! Все в деревню, ребята. Но вибрации не было. Когда вообще строили этот мост, когда строили этот дом, моста не было. Мост ведь изначально построен с нарушениями санитарной зоны. Около дома не должен быть вот такой мост. Но его уже тогда построили и нарушили санитарную зону. Ну хорошо, нарушили, смирились. Машин было немного. Машин было мало. Проехал Москвич, Волга. Все. Да, и один автобус. Но сейчас ведь его плохо сделали. Ребята, об этом надо говорить. Его сделали плохо. Вот так вот дом трясется. Видели? Стакан воды вот так трясется. Еще раз показываю. Для тех, кто только что присоединился, они говорят, что вы такое несете? Я вам сейчас еще раз покажу. Давайте, смотрите. Вот. Вот это видео. Смотрите. Стакан воды стоит на столе. И когда приезжает автобус, вода трясется. Мы все из воды состоим. Мы тоже, значит, там будем трясеть. Да. Плакать не надо. Надо делать мост. Но мост делать пока не будут. Потому что делают что? Правильно. Все к чемпионату мира по футболу. Поэтому мосту, кстати говоря, ведь будут проезжать все иностранные делегации. Все иностранные делегации. Все. Все. Потому что из аэропорта вот эта, да? Транспортная артерия. Посмотрят. Смогут ли что-нибудь сделать дорожники к 2018 году. К лету. А ведь вы знаете? Многие фотографии я готов вам показать еще раз. Потому что ведь как думают? Я вот один раз так показал и все забыли. Нет. Вы знаете, на Быстро 84 мусоровоза не было уже месяц. Посмотрите. Та-дам. Та-да-да-ра-та. Та-да-да-ра-та-там. Та-да-да-ра-та-там. Та-ра-та-ра-та-ра-та. Пожалуйста. Вот. Детство. Хе-хей. Играемся. Выходим во двор и играемся мусором из чужих квартир. Хе-хей. Дальше. Идем дальше. Оу. А вот эту помните я вам показывал? Привет управящей компании ОООВСК. Как они там? Смотрите. Та-да-ра-ра-та-там. Та-да-ра-та-та-та. Мы принимаем чемпионат. Чемпионат мира по футболу. Мира по футболу. В 2018 году. Ну давайте еще одно. О! Центр города. Во дворе положено рабочей христианской. Дом 3. Мусорные баки перенесли в соседний двор. 50 метров от этого места. Но люди настоящие свиньи. Горят там где живут. Посмотрите эту фотографию. Посмотрите эту фотографию. Ну то есть вот раньше вот здесь стояли баки. Как вы понимаете. Ну люди по привычке. И как бы знаете. Вот так идешь. Идешь на работу. Вот так. Хлоп. А там должен стоять бак. Почему вы его увезли? Почему? И вот ты написал. Жузи. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Жузи. Там любят. Вот. А мусор выбрасывают люди. Тоже любят. Но правда вот в неположенном месте. Была программа Ёмко. Меня зовут Сергей Анатольевич Ебухин. Увидимся завтра. Может быть. Уже пью чай. Но еще залпом. Праздники продолжаются старым Новым Годом. Редактор субтитров Н. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...